Вот так подвал дома на улице Качевская, дом 34, дробь 3 в поселке Строитель заполняется сточными водами. Благодаря нескончаемому потоку канализационных вод в подвале образовалось болото, в котором, по словам местных жителей, развелись лягушки и комары. Надо менять все, там трубы все сгнили, там уже нельзя их даже трогать. Когда раньше, года два назад насладили мужчины, они сказали, вот даже трубы меняем, трогаем, а соседний ряд сыпется, они все уже полностью сгнили. По словам жильцов, управляющая компания дома перекладывает проблему на водоканал и якобы забиты канализационные коллекторы. Мы убедились, что коллекторы не заполнены стоками, а трубы от дома до колодца просто разорвало от давления, потому что они забились. На днях жильцы первых этажей, не дождавшись помощи, сами пытались справиться с проблемой, поскольку стоки потекли им прямо в квартиру. По локоть залез в эту трубу, она забита полностью, как гуталином, что ли, или вот как глиной, вот как в трубу глину забивает. Я ее рукой вот так не мог даже вот это вот все. Проблема состоит в том, что к Сергею прямо в квартиру затекают сточные воды. Мужчина, переехав в этот дом пару месяцев назад, решил установить санузел. Когда он пробил пол, то с ужасом обнаружил, что прямо под его полом текут сточные ручьи. Это до сих пор отражается на качестве жизни его семьи. Запах, вонь идет, потеют окна, комары. То есть, если я не закрываю на ночь окна, я просыпаюсь утром, окна все затуманены. Я так считаю, что вообще канализация идет впрямую, прям под домом. Труба-то не рабочая. Вот она. Вы сейчас посмотрите у него, куда она идет, эта вся канализация с пяти этажей. Это за день сколько вылезти к нему в дом. Некоторые же жители, по их словам, с годами заработали себе в этом доме бронхиальную астму. О заболеваниях свидетельствуют справки из медучреждений. Кроме того, до тех пор, пока Сергей не взялся за ремонт в своей комнате и не пробил пол, никто в этом доме не знал, почему годами людям приходилось страдать от сырости в общежитии. Потому что от этого испарения, сырости влаги, постоянно систематической, у меня пришла в негодность вся мебель, вся одежда, все постельные принадлежности. Я все повыбрасывала. В то же время, в самой управляющей компании, как и в диспетчерской службе, проблему протечки канализации в данный момент никто не собирается решать. Ну, сейчас отопление запустим и будем решать ваш вопрос. Я к тому, что у нас отопительный сезон и у нас не хватает сейчас рабочих. Пока рабочие и управляющие компании заняты решением проблем, связанных с отопительным сезоном, жильцы так и продолжают жить буквально на болоте. Кроме всех перечисленных проблем, в их доме очень хорошо начали чувствовать себя тараканы и крысы. В то же время, в общежитии не хватает кухонь, сушилок для одежды, а также большой вопрос вызывает ремонт крыши. Жители этого дома надеются, что их услышат и на их проблему обратят внимание.